Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна.ФМ» ведущая Александра Хайрулина. Друзья, здравствуйте! Большой привет всем, кто смотрит и слушает первый и единственный в России телеканал «Синхрон. Обещание в ФМ-диапазоне» телерадиоканал «Страна.ФМ». Александра Хайрулина в студии. Очень рада оказаться в вашей компании и, конечно, счастлива вам сообщить, что у нас сегодня в гостях Сати Казанова. Привет, Саша! Привет всем слышущим, видящим нас! А я знаю, что хочу сказать вот так. Бонжорно, синьора Тиоцца. Верно, именно так, да. Скажи мне, пожалуйста, ты только попалась вот тут и с фамилией мужа все-таки или нет? Я буду менять. Пока просто физически не добралась, но я буду менять и буду синьора Тиоцца официально. Ну, конечно, на сцене я так и останусь, Сати Казанова, чтобы не смущать умы. Как-то трудно привыкать к таким изменениям. Вдруг была много-много лет Сати Казанова, а тут остался Тиоцца. Ну, можно, значит, через дефис добавить просто. С Казанова Тиоцца? Да. А потом, если начнется карьера в Италии, я думаю, что все равно, безусловно, будут какие-то выступления. Тогда, может, и придется задуматься. Друзья, ну, я уверена просто, что все наши зрители и слушатели, конечно, не остались в стороне и в курсе, что осенью прошлого года Сати вышла замуж. Наконец! Финалмэнте! Ну, это случилось. Для тебя большое событие. Ты об этом искренне делишься со своими поклонниками в соцсетях, пишешь, что только вот сейчас твоя жизнь, ну, наверное, самой яркой стала и начался самый такой интереснейший этап красивый в твоей жизни. Ну, ты действительно это ощущаешь, да? Да, абсолютно. Очень важно было дождаться готовности, дождаться того самого времени, того самого человека. Ну, а все, что было до того, тоже прекрасный и бесценный опыт. Ну, в общем, да. Нельзя сказать, что что-то плохо было, вот зря, это была ошибка или... Я такая высокая или... Все отлично, звук идет отлично, видно тебя хорошо. Ребят, всем, кто нас смотрит и слушает, я, конечно, хочу сказать, что главная тема, наверное, и прихода к нам, кстати, в гости, это, конечно, премьера нового клипа. Просто поскольку, кстати, давно у нас не было и не было после свадьбы, поэтому я так сразу же стала ее расспрашивать по этому тему. С радостью поотвечаю. А ты сама замужем? Нет. А, ну вот я уже столько месяцев все расскажу. Конечно. Поэтому, поэтому, я думаю, что среди твоих подписчиков в Инстаграм, которые тебя раньше бесконечно пытали о правильном питании, о здоровом образе жизни, о красоте, о йоге, наверняка теперь еще и добавились. То есть те, которые стали спрашивать тебя, Сати, а как встретить свою любовь, как сохранить отношения, не знаю, да? Скажи так же. Да, ты знаешь, буквально на днях я спросила, говорю, ребят, что вам интересно? Ну, может, какие-то вопросы прям я прям повыписываю, суммирую и буду отвечать. И как ты перечислила, большинство вопросов было про правильное питание, вегетарианство, то есть нематериального характера, то есть более высокого, что ли, высокой материи вопросы были, духовная практика и так далее. Ну и про отношения. Как быть в отношениях, как вот в отношениях, в таких ситуациях, как то, а как узнать, тот ли это человек. Конечно, я не, 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 как сказать. Экспертом себя не можешь назвать. Нет, нет, ни в коем случае. Маленький свой опыт, то есть он еще не такой большой. Вот лет через 10-15 поговорим, что называется. Надо же еще продержаться. Говорят, что с каждым годом это только все труднее становится, но при этом интереснее, слаще и глубже. Конечно, да, все новые и новые какие-то моменты открываются. Грани, грани. Скажи, пожалуйста, была ли уже ссора первая? Да, и не одна. Да что ты! Да, ну это так, все очень ненадолго. Ненадолго. Правда, мы переживаем безумно, потому что градус отношений очень высокий, соответственно, он как в плюс, так и в минус очень ярко бушует. На каком языке вы ругаетесь, кстати? На английском. На английском? Причем не просто говорит виднозаученные слова, совершенно смысленно, то есть он понимает, что говорит? Абсолютно. Он познал русский мат. Я тебе больше скажу. Он умеет его... Это 50% наверное уже успеха. Нет, 50% успеха — это русский юмор. Если человек юмор на том языке или той культуре не понимает, то что сказать? А все-таки итальянцы и Россия как-то очень близки по духу. Ну это правда, да. Мы любим Италию, итальянцы тоже любят нас, но в том случае это еще и Кабардинка. Хотя это здесь оказалось тоже большим плюсом. Очень. Семейственность, большой почет, уважение, почтение к старшим, застолья вот эти многочасовые. Правда, давно в нашей культуре не принято было садиться с самым младшим, со самыми старшими. У нас всегда по иерархии по старшинству сначала бабушка и дедушка покушали, потом... Ну или сначала мужчины покушали, потом женщины и дети где-то отдельно, у них маленький стол. Как-то разделяли. В этом есть своя мудрость, знаешь, если послушать, почему они это делают, чем они руководствуются, там есть большая глубина. Итальянцы же, конечно, они очень семейственные. Все вместе. Традиции семейные, особенно традиции кулинарные, меня это очень радует. Садишься за стол, часа на четыре и вот так караваем носит, носит иду. Кстати, дорогая, но вы же с супругом вегетарианцы оба. То есть тоже такое совпадение, да? И более того, как, если я все правильно поняла в интернете, что у вас вообще духовный наставник. Да, все верно. Ну это удивительная встреча, на самом деле, большая удача. Так вот по поводу подносов блюда одного за другим. И если дело касается вегетарианцев, возможно ли это? Вот это вот обилие на столе. Вот мы недавно были у бабушки Стефана. И тетя Розелла, она готовила. Мы были, вернее, у нее, а как раз мы там все собрались. Во Флоренции это дело было. И тетя Розелла, зная, что мы вегетарианцы, более того, у нее с мужем был опыт вегетарианцы лет семь или восемь подряд, они вегетарианили, еще 30 лет назад, ровно до того, как появились их дети. Когда они стали родителем двоих детей, они осознанно приняли решение прекратить вегетарианство, поскольку в то время, это 80-е. Да, сложнее было, конечно, мне кажется. Да, они не хотели, чтобы дети стали изгоями, что ли, какими-то. Еще и поэтому. Да, в детском саду, в школе и так далее. У них были вот эти трудности в питании. Соответственно, они себя и детей как бы увели от этой диеты. Но сама идея им не чужда, как оказалось. И нам приготовили, все ели вегетарианскую еду. Вот все два дня, что мы гостили, на завтрак, на обед, на ужин. Слушайте, огромное, огромное многообразие, разнообразие блюд вегетарианских. Зря люди так ошибочно думают, что выбор маленький, что мы едим только гарниры. А эти гарниры столько видов. Не меняйте. Бобовые, зерновые, салаты. Но раньше ты хотя бы молочные продукты еще употребляла, да? Сейчас уже и молочные. Полгода отказалась я от нее. Отказалась, да. То есть это, в общем, теперь только исключительно зерно, каши, бобы. Вкусненько, можно сказать. Как выясняется, человеку не нужно вот как-то уже очень много ингредиентов. Мы же, если взять древность, буквально было несколько видов зерновых, несколько видов бобовых, сезонные фрукты, овощи. И вот это вот все соединение. И этого было достаточно. Ну, я думаю, что многие задумаются, глядя на вас. В случае родственники, Стефан, и твои родственники тоже последуют этому примеру. Ну и, конечно, поклонники тоже. Скажи, пожалуйста, а йогой он уже занимается? Мы медитируем. У нас есть медитативные техники, юридические. Потому что йога, это не только про асаны на коврике. Конечно, да, это и дыхание, и медитация обязательно. Да, у нас там дыхательные техники и медитативные техники. Они связаны с визуализацией, с мантрой. Ну, собственно, все, да. Дыхание, мантрой, визуализация. Давай немножко про твой новый клип поговорим. И, конечно, еще вернем все про отношения. Клип называется «Мама», и ему всего лишь один денечек, только исполнился. Вчера осталась премьера на канале на YouTube. И сегодня, прямо в ближайшие минуты, в эфире телерадиоканал «Страна.ФМ». И в этом самом клипе мы можем увидеть не только сати, что, разумеется, абсолютно понятно, но также маму и супругу. Да. Это очень красивая история, я уже посмотрела ее, и очень красивый клип, правда, я тебя поздравляю. Спасибо большое. Такая успешная работа и очень искренняя. И это понятно, наверное, может быть, и играть ничего не пришлось ни мужу, ни маме, понятное дело. Все очень искренне происходило. Возможно ли в дальнейшем появление супруга в твоих клипах и еще кого-то близких? Где сестры? Почему мы их не увидели? Где брат Стехана? Они уже шутя выстроили очередь, кто в каком следующем клипе будет сниматься. Про папу тоже сказали. Папа, нет, сначала папа, потом сестры по очереди. Тут еще спонтанно достаточно вышло. У режиссера Алины Верипи были идеи вообще-то привлечь мою маму. Но моя первая реакция была, нет, категорически нет. Как актрису нет, я могу согласиться только на то, чтобы маму в самом конце очень мельком показали ее лицо. И то, как образ. Чтобы не с какой-то актрисой это все имитировать. Режиссер мудро сказала, да, хорошо, но ты только мамочку привози, а мы на площадке посмотрим. Мама тоже была убеждена, что ничего такого особенного она делать не будет. Она будет себе сидеть, камера будет ее облетать, как там снимать сбоку, сзади, не знаю, какой-то ее образ, силуэт. Нет. В итоге она сыграла. И сложностей никаких не было. Пока я догримировалась, маму забрали на площадку. Что Алина с ней сделала, я не знаю. Когда я пришла, я застала сцену с бурными аплодисментами. И практически вся съемочная группа плакала. То есть они говорят, твоя мама, она великая драматическая актриса. Я говорю, да ладно. То есть я потом, когда я просматривала, ребята не поставили, Алина, режиссер, не поставила в монтаже эти фрагменты, где мама просто откровенно, ну она просто плачет. И это было настолько искренне, настолько сильное, что невозможно было удержаться. Я думаю, что режиссер подумал просто, что после этого вообще все в истериках будут биться от слез, потому что и так очень проникновенно все получилось. Но скажи, мама Фатимы Смайловна, она уже сказала тебе наверняка свое мнение по поводу уже работы, финала? Да, ей очень нравится. Она довольна. Ей очень нравится, она счастлива, что приложила руку к такому. А другие твои работы, где она не снималась, бывало, что она критиковала? Ты знаешь, она вообще очень объективна. Да, если плохо, она скажет, что... Иногда даже, я говорю, мама, ну могла бы как-то деликатнее, напомню, после какого-то эфира, сказала, у тебя плохо были накрашенные глаза, и помада тебе совершенно не шла. Ну и все, и как после этого вообще смотреть этот клип? Да, спасибо большое. Друзья, клип «Мама» с Ати Казановой. Новый клип и новая песня очень скоро в нашем эфире. Я пока предлагаю посмотреть с огромным удовольствием твою же работу под названием «Моя правда». Но премьера абсолютно нового клипа «Мама» и песни будет очень скоро, поэтому вы терпеливо, пожалуйста, ждите у своих телевизоров-приемников, тем более, что скучать не придется, потому что мы продолжаем общаться с Ати, задавать ей вопросы. Немножко про твой клип «Мама» еще продолжим. Говорить про мамочку уже поговорили, все остались довольны. Самое главное, мама довольна в этом случае. Ну а что же Стефана, скажи? Стефана. Ведь это такая видеоистория, тоже, по-моему, первая? Нет, не первая, он уже снимался со мной. Спасибо тебе. Да, спасибо тебе. Причем эта песня и само видео были посвящены ему и нашему союзу как таковому. Это такая свадебная наша песня. И тогда тоже не было совершенно идеи. Я категорически была против того, чтобы он снялся так, чтобы его видно было. И я говорю, ну просто, чтобы не нанимать актера, чтобы у меня... Актерик экономии. Не экономии, чтобы у меня были эмоции теплые. Я могу сыграть, но оно не будет той энергетики нести. Конечно, актерское образование есть, вполне бы справилась. Но, в общем, тоже мы тогда с режиссером обсудили. Говорит, ну главное, вот он будет сидеть, просто вот его пальцы, его образ мужской. И здесь он тоже должен был так. И каким-то образом по ходу действия, что с клипом «Спасибо тебе», что здесь и муж мой, и мама моя как-то играли. Прям полноценно достаточно играли. Мы с мужем танцевали. Это вообще не... Кто бы в это поверил, называется... Когда я ему сказала, что сначала просто... Ну, мне нужен мужской образ. Он говорит, а, ну как-то спасибо тебе. Ну, примерно, только еще меньше. То есть почти тебя не будет видно. Он говорит, ну окей, у меня день свободный, я побуду с тобой. Тем более, когда он рядом, всегда очень весело и какая-то очень разряженно-легкая обстановка. Он шутит, да? О, да, слава богу, он с большим часом юмора. Вот. И на площадке он выяснил, что он будет танцевать. Он говорит, а я вообще не умею танцевать. Я примерно понимала, чего хочет режиссер. Я думала, что это будет мой танец, как бы вокруг него. Так предполагалось, что я вся... Выяснилось, что хотелось бы режиссеру... Именно от него действий. Именно от него тоже взаимных действий. То есть это такой любовный танец. И я говорю, не бойся, просто отдайся, расслабься. Курсеру, оно не будет видно, мы будем в темноте. Ну, правда, очень красиво. И хотя, соглашусь с тобой, что и постарались его размыть образ здесь немножко. Не важно было. То есть такое лицо в полный, что называется, такой объектив не попадает. Да. Зато благодаря тому, что это он, а не, опять же, профессиональный актер или танцор, есть та магия, которую никогда не сыграешь, потому что это живые чувства. И именно этих живых чувств хотелось, потому что зритель всегда это чувствует, всегда ощущает. И вспомните фильм «Мистер и миссис Джонс». Нет, «Мистер Смит». Смит, Смит, да. Как там Анжелина и Брэд, это же начало их романа было. И эти чувства, эти искры, они же летали в воздухе. Это нельзя не ощутить. Он у тебя талантливый человек. Очень. И ты сама это подчеркиваешь. И многие, конечно, соглашаются с тобой, ну, прежде всего, как фотограф. Да. Достаточно известный. Видеограф, он же еще документалист. Причем именно все связано с природой у него, да? Да. Это какие-то красивые, потрясающие места. Да. Невероятные какие-то закаты, рассветы и так далее. И уже же состоялась выставка первая в Москве. Это была конференция, это была еще не выставка. С выставкой все впереди. Да. Мы рассматриваем интересные варианты, предложения. Ну, то есть можно же сказать, что Русское географическое общество приняло Стефана? Кстати, об этом мы тоже думаем. Полагаю, что необходимо будет ему самому постучаться в эти двери в Русское географическое общество. Ему интересно. На чем уж они договорятся, Бог его знает. Но это было бы, кстати, чудесно быть в составе Русского географического общества. Ему Россия нравится безумно. Он мечтает поехать на Камчатку, поснимать там фотографии, документальное кино. Понятно, что это будет на итальянском, потому что его родной язык, он о нем вещает просто блистательно. Но с переводом мы же можем делать дубляж или субтитры и так далее. Да, конечно, конечно. Кавказ ему очень понравился. Если бы два года назад тебе сказали, Сати, что ты будешь замуж за фотографа, что бы ты ответила этому человеку? Я бы вряд ли в это поверила. Еще и иностранца. Я бы вряд ли поверила, что моя супружеская жизнь будет англоговорящей. Дальше, наверное, будет итальяноговорящая, а вообще как-то в семье будет, полагаю, три языка. Конечно. Теперь так. Да. И привыкай. Друзья, мы прервемся совсем ненадолго. Оставайтесь с нами. Сати Казанова сегодня в программе «Лучшее в стране». Программа продолжается. Сати Казанова сегодня у нас в гостях. Через несколько минут в эфире телерадиоканала «Страна.ФМ» премьера песни и клипа «Мама». Дожидайтесь, пожалуйста. Сати, ну расскажи, как появилась у тебя эта песня. Сначала же, понятно, всегда появляется песня, а потом уже клип. Да. Она появилась два года назад, позапрошлой зимой. Таким очень интересным образом. Автор Наталья Павлова. Это, кстати, тот же автор, что написала песню «Спит моё счастье» и «Моя правда». Да, ты говорила о ней не разу очень хорошо. То есть много раз в нашей студии. Она вообще мой автор. Она настолько по-женски чувствует, вернее, я чувствую её. Когда я слушаю её песни, думаю, ммм, вот, конечно, не каждая её песня, потому что вот сейчас у Эмина аж две песни вышла. На её слова, да, как раз? На её авторство, вот, на Дашу Павловой. Вот. Значит, песня ко мне попала. Сначала её успела купить другая певица, потом певица от неё отказалась. Я тем временем страдала, успела смириться, что всё, эта песня уже мне не принадлежит. Но вдруг вот происходит такой финт, что песня... Ну, песня попала к тебе, получается, ещё до вашего такого плотного и тесного общения со Стефаном. Конечно, это было за полтора года до нашего с ним знакомства. Ну, да, романа точно. Нам же даже год будет вот... Вот сейчас нам ровно год, как наш роман начался. А в октябре вы сыграли свадьбу? В октябре мы сыграли свадьбу, даже года не было, как мы начали общаться. Ну, и прекрасно. Да, что это... В общем, ты со временем поняла, что песня, когда она оказалась у тебя, всё-таки нужно за неё браться, достала из шкафчика и... Она пролежала, она просто ждала своего часа, своего времени. Осенью, я думала, осенью её выпустит, там... А, из-за того, что была песня с Донни «Я украду», мы решили, что окей, пусть песня побудет одна в пространстве, не будем ей мешать. И вот сейчас я так резко с января решила, что хочу успеть быстро снять клип, запремерить, впрыгнуть в весну. Мама, весна, 8 марта. У моей мамы шестого дня рождения, восьмого, международный женский день. Ну, когда, как не сейчас? Кто из и не я? Да. Где, если не тут? Вот. И успели. Успели за сроки. Спасибо Алинушке. Я уж не знаю, смотрит она. Она, конечно, просто чудо. Чудо. Причём у меня уже были идеи с другой режиссёрской командой, другие были картинки, референсы, так скажем. Там уже даже какой-то сториборд был нарисован. И вдруг я находилась на Маврикии, было полнолуние, затмение луны. Луна на меня вообще всяким мистическим образом действует. И вдруг у меня просто всё вот так вот переворачивается. И что-то мне внутри говорит, звони Алине срочно. Я ей звоню в ночь, в какую-то из ночей, лёжа под звёздным небом. Алина, такая-такая история, такая песня, такая идея. Шли срочную песню, у меня уже мурашки, я хочу это сделать. Я отправляю. Она говорит, я плачу, хочу. Я сделаю это так, чтобы все... Да я говорю, супер, вот это мне было нужно. Что касается песен, скажи, супруг уже принимает участие в отборе их? В одобрении, может быть, не знаю. Я с ним советуюсь, я спрашиваю его мнение. Он не все слова понимает, но понимает, о чём песня, что, как. У меня одна песня лежит, она приобретённая, но так я не понимаю, что с ней пока делать. Она называется «Ладони Парижа». И «Ладони Парижа». Он говорит, почему «Ладони Парижа»? Почему не «Подмышка Турина»? Или там «Ни колени Берлина»? Ну и так далее. Не понять, не понять этого. Я говорю, ну вот «Ладони», «Ладони». Надо пожить ещё в России, ещё пожить подольше, подольше, чтобы понять, наверное, смысл этих слов. Что касается ещё твоего клипа «Скажи мамам, пожалуйста». Но ты, я так понимаю, тоже осталась довольна этой работой. И наверняка уже подумываешь о следующей. О, да. Мне надо только песню определить уже в самом ближайшем времени. Но это не «Ладони Парижа», мы уже поняли. Скорее нет. Скорее нет, а может даже и совсем нет. Видите, я... Вот в отношении творчества я оставляю большой люфт для перемен, причём самых кардинальных перемен. Потому что такая субстанция — это не цифры, это не аудит, не финансы. Здесь нечто, что не подвластно никаким срокам, никаким договорённостям. Потому что это живая субстанция, это песня, это определённый месседж, смысл, который песня доносит. Ну, давай запустим этот месседж уже в эфире. Друзья, премьера. С большой радостью. Песня «Клип Мама» Сати Казанова. Громче приёмники, ближе к телевизорам и получайте удовольствие. Я вспоминаю руки твои, мама. Мы все забываем, как были детьми, а жаль. Ясное небо за нами по следу, и туманы ходят вокруг нас. Они берегут нас. Само такое в первый раз. А с ним я попадаю в этот рай. Не смей, мама, держать меня дома. И если я падаю вниз, ты не спасёшь меня. А с ним я попадаю в этот рай совсем. Мама, не чувствую воли. Бегу за ним, а под ногами горит земля. Время бежало, но остановилось рядом. Нам некуда дальше, ведь лучше не будет там. Ты говорила, не отступись, подумай, тважды. Но я не боюсь, мам. Мне без любви пусто. А с ним я попадаю в этот рай. Не смей, мама, держать меня дома. И если я падаю вниз, ты не спасёшь меня. А с ним я попадаю в этот рай совсем. Мама, не чувствую воли. Бегу за ним, а под ногами горит земля. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok А с ним я попадаю в этот рай Не смей, мама, держать меня дома И если я падаю вниз, ты не спасешь меня А с ним я попадаю в этот рай Совсем, мама, не чувствую воли Бегу за ним, а под ногами горит земля Бегу за ним, а под ногами горит земля Сайте Казанова, друзья, премьера на телерадиоканале «Страна.ФМ» Я тебя поздравляю Спасибо Очень красивая работа, очень красивая песня Это действительно искренне, и это чувствуется Я думаю, что и мурашки, и слезы, но у большинства тех, кто смотрит и слушает Уже есть такие комментарии, если почитать Те, кто вчера посмотрел на твоем канале на YouTube Именно такие самые чистые эмоции вызывает эта самая работа Так что ты большая молодец и умница Ждем уже с нетерпением следующего, в общем-то Хотя пока покрутим эту, конечно, работу Надо выдохнуть чуть-чуть и вперед Сати, милая моя, скажи, пожалуйста Ты, в общем-то, сама признаешься, что это твои слова по поводу твоего поп-проекта Так, если выразимся, да И твоего проекта Сати Этника, где ты как раз мантры поешь и преподаешь йогу Что все-таки тебе проект Сати Этника гораздо ближе, да Интереснее, наверное, так Но просто пока не столь коммерчески успешный, чем поп-проект Да, пока ситуация такая То есть если бы сейчас твой проект Сати Этника, скажем так, стал приносить гораздо больше тебе прибыли В общем, достаточно, сколько тебе нужно И удовлетворяет тебя Ты бы и завязала с поп-историей смело и спокойно Да, да, да Тут не в финансах столько дела Я и благодарю, и уважаю тот факт признания, успешности, популярности, который у меня есть в поп-проекте Я не могу это обесценить, я не могу это так вот просто бросить и уйти Возможно, произойдет эта перемена или этот переход постепенно Я верю, что именно так оно произойдет Либо произойдет какое-то слияние, что уже не будет у меня разделения Что сати с поп-песнями или сати с этническими И я именно по пути этники хочу идти Делать это очень модно, очень глубоко, очень масштабно Я буду это делать У тебя уже очень много выступлений и в разных странах Да, все больше и больше Да, происходят различные фестивали И сольные концерты И скажи, пожалуйста, как народ воспринимает? Очень эмоционально Тебе нравится их реакция, как это происходит? Ну, конечно, когда человек подходит искренне Ему не надо ничего говорить, он просто с такими глазищами, полными слезы Говорит, можно вас обнять Это лучшее, что можно услышать Будучи артистом, певцом, проводником на сцене Это лучшее, что можно увидеть Все ли ты уже исполнила из духовной музыки, так называемой? Или есть еще то, к чему тебе хочется еще прикоснуться и исполнить? Ну, я имею в виду мантры Конечно, конечно Есть одна молитва, я ее услышала на арамейском языке Пятидесятый псалом, по-моему Или пятьдесят шестой Я не сильна Не страшно Но как он звучит И один священнослужитель Я не помню, как его зовут Я не помню точно его духовного сана Но, боже, как он поет Он из Грузии Как он поет Конечно, он вдохновил И я хочу выучиться, как правильно произносить Очень важно молитву правильно произносить На старых языках Древние языки несут особую энергию Особенно санскрит, это самый древний язык Он несет такую силу, что если ошибиться в слоге, в произношении и так далее Можно добиться какого-то обратного эффекта Надо очень осторожным с этим быть Твоя команда музыканты, это та же самая, которая и в поп-проекте? Хороший вопрос Вот сейчас я создаю эту команду И сейчас работаю над тем, чтобы сделать вот это слияние уже на базе моих музыкантов То есть сделать это вполне возможно Если собрать общую нагрузку Пока это вполне возможно потянуть Ну а вот теперь скажи, пожалуйста, когда же у тебя остается время на любимого супруга? Потому что тут два проекта, тут еще и ты же преподаешь йогу Продолжаешь это делать, успешно проводишь курсы обучающие, выступления, концерты, гастроли Это вопрос, доставляющий мне с одной стороны такую боль, такое сердце А с другой большую радость, что мой супруг, мне чрезвычайно с ним повезло Он очень мудр, он разделяет, он понимает все, чем я живу Иногда, когда я заигрываюсь и даю ему очень мало внимания, он не устраивает Кузькину мать Ну-ка, сати Кузькина мать по-итальянски Да, да, конечно он это делает Это любопытно, конечно, как это Доходчиво, доходчиво Это все в форме беседы, без скандалов, скандалы делаю, устраиваю и я Он их просто наблюдает, он мой главный зритель Ну понятно, да, ты как девушка эмоции, выплеснула все, да, оружие и все У нас с тобой клип «Счастье есть» Да Как раз, в общем, тот самый замечательный, счастливый период в твоей жизни Хочется им тоже делиться со всеми, кто смотрит и слушает У нас сати Хазанова в гостях сегодня презентовали новый клип и песню «Мама» Посмотрели еще какие-то работы наиболее любимые Да, мы тут все пересмотрели Не все, не все, не все работы, да Но они все у нас в эфире, ты за это можешь быть совершенно спокойно Я хочу тебе вот какой вопрос задать, сати Дорогая моя, скажи мне, пожалуйста Вот буквально недавно, что, в общем, вполне объяснимо Журналисты стали писать Кстати, Хазанова ждет ребенка Беременная, все Я так понимаю, что везде и всюду Теперь камеры журналистов на папарацци настроены именно даже не на лицо, а на низ, а все туда на живот Сегодня вот не могу сказать Видите, одежда такая свободная, достаточно у сати Ну и, в общем, она сама опровергла на днях, да, что нет, пока не ожидается пополнения в семействе Ну, когда тогда, может быть, расскажешь нам? Ну, разве я буду рассказывать такие вещи? Конечно же, нет Как Бог даст, да Ну, бывает просто иногда планы, что там годик парочку поживем вместе, а потом уже... Знаешь, планы по поводу детей, это настолько, мне кажется, глупо и самонадеянно со стороны человека Полагают, что, ах, я годик подожду, а осенью, да, осенью мы этим займемся Ну, такие люди есть, однако Есть такие люди, бывает, да, чудесно, прекрасно, что получается, но столько, столько случаев, когда годами ничего не получается Разве можно человек полагать, что я планирую осенью, осенью это и будет? Я уже предполагаю, что, возможно, возникнут какие-то такие моменты в выборе имени, мне кажется Скорее всего, итальянская семья будет наставить нам в одном варианте кабардинского Мы обязательно найдем... Компромисс Да, да, всех, все, чтобы устраивало Какое-то интернациональное имя Вася Очень хорошее имя, ну почему? Как вы называете друг друга? У нас есть ласковые словечки, которые мне бы не хотелось озвучивать Ну, ладно, есть одно слово, которое уже не является очень интимным и нашим Вообще оно заимствовано у Жени Папунашвили и ее супруги Они друг друга называют Аморчик Аморчик От слова Амор, то есть они Аморчик Но вам-то как раз это очень хорошо И мы так это слушаем, Аморчик, и мы просто стали дурачиться, называют друг друга Аморчик А так оно и привязалось к нам Теперь в России есть две пары, которые зовут друг друга Аморчик Ну, после сегодняшнего эфира, я думаю, может быть, даже стать гораздо больше Вы же совсем недавно уже даже получили премию пара года Ну, мы были не одни Мы в какой-то номинации «Любовь не знает границ» или что-то такое Кстати, хорошая номинация Любовь действительно не знает границ И наша история со Стефаном, она доказывает и показывает, что время, расстояние, возраст Ох, как меня пугали, доставали И вот сегодня на радио Я с утра была на одном эфире Там тема как раз была До скольки лет не стыдно не идти замуж? Что за постановка вопроса? Почему должно быть стыдно? Ты должна была встать и уйти просто из этого эфира Ну, я была замужем и могла бы, даже если бы я была не замужем, я бы отстаивала очень рьяно вообще право и свободу человека не выходить замуж, если он не хочет Что за... И привязывать к каким-то... Понимаете, раньше было принято вот так, вот так, вот так, вот так, но... Это все продиктовано социумом, скорее всего, конечно, у каждого своя судьба, да? И время для нужное время Я очень радуюсь за то, чтобы всегда все по сердцу, тогда, когда готовность, тогда, когда чувство настоящее, но не потому, что надо Все браки и случаи, когда надо, распадаются, и на моих глазах их столько Вы сыграли четыре свадьбы, какая из четырех свадеб для тебя, может быть, наиболее значимая или самая яркая? Самая сладкая и самая значимая для нас обоих, безусловно, это ведическая свадьба Это та, которая была у вас двоих, без приглашенных? Нет, там были приглашенные, там было много людей, но... Это было определенное празднование Наваратри, есть такой праздник, и в течение Наваратри, вот этих девяти дней Есть одна ночь, один вечер, когда очень благоприятно по ведическому лунному календарю И на нас, кроме нашей пары, там еще было девять, по-моему, пар, и мы все вместе, и это было очень весело Все очень нямбрично Все было сладко, не надо было убиваться о том, кто что подумает, скажет фотографии Просто все делалось от души, для души, и без лицемерия Я хочу тебе пожелать, чтобы все вот именно так, сладко От души, без лицеперия, пусть многие-многие-многие-многие годы Очень красиво у вас пара, счастья вам, дай бог, правда Спасибо Радуйте нас Спасибо большое Такой парой как-то еще жизнь стала краше и красивее, искренне говорю Спасибо И я тебе желаю встретить того, с которым твоя жизнь заискрится Все твои самые прекрасные грани Давай заведем всех, кто смотрит и слушает Всех девочек, незамужних Девочки, девочки, вот я вам говорю Мама переживала, вся ко мне пророчила Слушайте сердце, пожалуйста, дождитесь того самого И обязательно мечтайте И отпускайте Отпускайте все на волю Бога Все случится всегда лучшим образом Сати Казанова, Страна ФМ, друзья, спасибо Я правильно смотрю Лучшее в стране На телерадиоканале Страна ФМ